Следующее сообщение профессора Грозеф Глигоров. Новое в европейских стандартах и подходах к лечению метастатического рака молочной железы. Данные клинических исследований. Да, пожалуйста. Большое спасибо. Большое спасибо профессору Семеглазу. Большое спасибо коллеге. Для меня огромное честь и удовольствие приехать сюда. Ваш прекрасный институт, прекрасный город, Санкт-Петербург. И мне очень приятно сегодня поделиться с вами некоторыми новыми данными относительно обновленных рекомендаций по терапии метастатического рака молочной железы. Итак, мы сфокусируемся на двух проблемах. Первое. Это будет HER2 отрицательная популяция. И второй момент, который я хотел бы осветить, это место эребулина. И как было сегодня уже упомянуто ранее, совершенно очевидно, что новые методы химиотерапии, новые препараты действительно имеют смысл в той глобальной стратегии по терапии пациентов. С метастатирующим РМЖ и химиотерапевтическим агентом является эребулин. Итак, хочу напомнить буквально пару публикаций. Первая рекомендации АСКО и вторая относительно группы ABC2. Это консенсусная конференция. Вторая публикация вышла в конце прошлого года. И в данном случае они фокусировались абсолютно на одной и той же теме. HER2 метастатирующий РМЖ. Итак, я бы хотел пройтись по некоторым пунктам этих публикаций. И основные моменты, опять же, относительно различных стратегий. Как было сказано ранее, профессором Семиглазовым и профессором Эминитовым, мы на самом деле подразделяем рак молочной железы на HER2 положительный, HER2 отрицательный. Но кроме того, на эстроген позитивный и эстроген отрицательный на популяцию. Ну, говоря об эстроген положительной популяции, основной консенсус заключается в следующем, что если у нас есть пациент, эстроген положительной формы заболевания, метастатический сценарий, то первая опция может быть очевидно эндокринная терапия. Факт заключается в следующем, что уровень доказательности относительно выбора эндокринной терапии, что взять перед химией, да, очень низок, уровень доказательности очень низок, что взять, непонятно. Но единственный момент, который мы точно знаем, что говоря о токсичности и профиле безопасности, эксперты, естественно, считают, что если нет агрессивной формы заболевания, то лучше все-таки использовать сначала эндокринную терапию, как первую линию по сравнению с химией. Но будьте осторожны. Опять же, это не означает, что вам не нужно использовать химиотерапию, это означает просто, что вы можете использовать ее позже, позже, после эндокринной. Второй момент относительно этого утверждения. Давайте вернемся к довольно старой публикации, вот аж 2003 года. Это, так сказать, очень интересная публикация относительно сравнения между томоксифеном и летрозолом в первой линии метастазирующего РМЖ. И я хочу буквально сфокусироваться на двух некоторых моментах. Первое – это время до прогрессирования, TTP, это время до прогрессирования. Это была конечная точка исследования. Если вы посмотрите на вот этот кусок кривой, то кажется, что здесь где-то 25-30% популяции у нас, которая очевидно прогрессирует уже при первой оценке. Вот они, заваливаются вниз. В тот момент это было определено как очевидно, то, что мы могли бы сказать, резистентностью к эндокринной терапии. Я не уверен, что мы можем определять резистентность, говоря вот такой клинической точки зрения. Фактически, скорее всего, этот случай, это популяция, которая, скажем так, не получила преимущества от первой линии эндокринной терапии. То есть они не обязательно резистентны. Возможно, они чувствительны, но, но, но нам нужно время, чтобы получить ответ на эндокринную терапию. И в момент первой оценки мы еще не увидели первоположительного эффекта. И в дальнейшем мы увидим с вами, что используя таргетные терапии, мы видим разные аспекты этой кривой. Второй момент. Если вы посмотрите сюда на преимущество по общей выживаемости, да, то вы видите, что стратегия использования одной или другой эндокринной терапии особо ничего не меняет, если вы используете все их во время эволюции заболевания. Но третий, третий момент, который был опубликован вот в этой интересной статье 2003 года, в GCO вышло, кстати, это TTC, время до начала химиотерапии. Что это означает? Это означает, что если вы посмотрите вот на этот кусок, те, которые спрогрессировали, да, 30% на эндокринной, то мы видим, что 20% из них сразу же после прогрессирования получили химиотерапию. Видите? Это означает, что подавляющее большинство этих пациентов, которые не ответили на первую линию, они будут кандидатами в клинической практике на химиотерапию. Они будут теми, кто получит сразу химию. Если мы теперь посмотрим на рекомендации ABC, ABC2, да, они также однозначно рекомендуют использовать разные типы эндокринной терапии. Они говорят, что можно использовать ингибитор ароматаза или даже тамоксифен. И есть, естественно, место и для полвестранта в высоких дозах. Но, кроме того, на уровень доказательности 1B. Но, смотрите, ингибитор ароматаза плюс эвролюмус также может быть интересной опцией. Но будьте осторожны. Здесь у нас нет такой высокий уровень доказательности. Видите? 1B. Говоря об общей выживаемости. Видите, как они проголосовали? 16% издержались от этой комбинации с экзамистином. Факт следующий. Поскольку мы рекомендуем использовать эндокринную терапию, тогда как же нам определить ту популяцию, которая первоначально должна получать химиотерапию? И здесь возникает концепция так называемого висцерального криза. Висцеральный криз – это не концепция о типе метастаз, которые появляются и так далее, или потенциально, скажем так, биологических изменений, которые могут индуцироваться заболеванием. На самом деле, это ситуация, когда если мы во время первой линии терапии не достигаем контроля заболевания, то пациент может оказаться в сценарии, когда вторая линия не будет назначаться. То есть висцеральный криз определяется как ситуация, когда у нас возникает своего рода начальная терапия, и если вы выигрываете и получаете контроль за заболеванием, то все хорошо, вы можете продолжать. Если же нет и завалились, тогда, вероятно, вы прекращаете эту терапию. Это висцеральный криз. Именно поэтому в этих сценариях мы размышляем, что химиотерапия скорее будет лучше относительно процента ответа и быстрота достижения ответа и контроля заболевания в ситуации висцерального криза мы рекомендуем использовать первую линию химиотерапии даже в эстроген положительной популяции. Второй концепт, который мы уже обсуждали в рамках консенсусной конференции ABC2, это гормонорезистентность. И здесь тоже нужно быть очень осторожными, потому что концепция гормонорезистентности это всего лишь консенсусное определение, это не биологический маркер. Резистентность к эндокринной терапии это некий континуум, но в соответствии с разными исследованиями мы просто пытаемся подразделить популяцию как бы на две категории. Первая – это те, которые имеют первичную резистентность, то есть когда пациент дает нам очень быстрый, ранний рецидив во время адювантной терапии или во время первой линии метастазирует сразу же. А вторичная, так сказать, резистентность – это когда у нас более длительный контроль заболевания на эндокринной терапии. Вероятно, это дает нам некую информацию, что пациенты чувствительны к эндокринной терапии, но целично резистентны. Потом все, бах, завалились. Ну, еще один важный момент, опять же, относительно типа эндокринной терапии, которую можно использовать в HER2-отрицательной популяции. Опять же, идет дискуссия относительно типа ингибитора ароматазы, который можно использовать, и той терапии, которую можно вообще назначать. И я хочу сейчас здесь вернуться к определению по преимуществу добавления таргинной терапии к эндокринной терапии. Это исследование Болеро-2, исследование Болеро-2, которое было опубликовано в 2014 году в аналогах онкологии. Вы очень хорошо знаете, что в первой публикации у нас было очень большое преимущество, когда мы посмотрели на контроль заболевания, у нас выживание здесь прогрессирования ВБП. Вот смотрите, что мы здесь сравниваем, и виролимус плюс экзамистон, и экзамистон сам по себе, как моно. Если вы посмотрите на первые события, да, в качестве прогрессирования, то видите, что при первой оценке мы увидели, что кривые уже отличаются по сравнению с теми кривыми, которые я показал раньше, да, в исследовании Моррисон. То есть это означает, что если у нас есть биологическая молекула, то, скорее всего, мы лучше начинаем контролировать заболевания сразу же, да. Но это не означает, что это полностью обращает вспять резистентность, но это некая синергия с эндокринной терапией. Но дальше, что было очень интересно, посмотрите, фактически общая-то выживаемость не улучшилась. И одно из объяснений, если мы посмотрим на публикацию в этих Ваннелс Онкологи, которые опубликовала группа Пикарта там в 2014 году, и Габриэл Актобаги, они тоже вместе были. То есть было сказано, что 20% популяции, вот смотрите, которая получала эверолимус плюс экзамистон в этой группе, они не получили химиотерапию. То есть они были менее предлечены в глобальной стратегии по сравнению с теми пациентами, которые получили эвероплацебо плюс экзамистон. То есть один из моментов, который я подчеркиваю, это то, что достижение преимуществ по общей выживаемости означает, что сначала вы будете использовать активные препараты, а почему не новые активные препараты, как потенциально, то, что мы сегодня обсуждаем, рибулин. Но второе, это то, что глобально, глобально общая выживаемость отличается от не таргетной хирной негативной популяции. То есть опять же, будьте осторожны, что с чем сравниваем. Месседж очень простой. Вы можете потенциально использовать разные опции в начале, в середине и в конце заболевания. Но чем больше опций у вас глобально было, тем лучше вы улучшите общую выживаемость. То есть это мой первый вывод. Первый вывод из первой части моей презентации. То есть опять же, у нас низкий уровень доказательств относительно эндокринной терапии, с чего начать. Но общее понимание такое, что если у нас менее агрессивное заболевание, то лучше начинать с эндокринной, эстрогеноположительной формы заболевания, конечно же. Второй вывод, что где-то 30% популяции с классической эндокринной терапией будет прогрессировать, увы, и прогрессировать быстро на фоне эндокринной терапии. Поэтому мы должны сразу их селектировать, где-то 30%, которые, как мы видим, не получают преимущества от первой линии эндокринной терапии. И последний вывод, это то, что глобальная стратегия увеличения общей выживаемости, она очень важна в эндокриноположительных опухолях. То есть это общая коммунитивная пролеченность. Дальше второй момент. Это две разные консенсусные конференции. И второй вопрос, это монотерапия по сравнению с комбинированной терапией. Или, говоря другим языком, полихимиотерапией. Мы о химии сейчас говорим. И опять же, вот разные консенсусные группы, и вот это рекомендации АСКО, они говорят следующее. Что даже если у нас есть и какие-то сигналы относительно преимуществ полихимиотерапии, относительно контроля за заболеванием, то общая выживаемость под знаком вопроса, а уж токсичность от полихимиотерапии по сравнению с моно-вариантом, очевидно, выше и в пользу моно. Но будьте осторожны. Опять же, я сейчас очень провокационную вещь вам скажу. Если вы посмотрите на первоначальные публикации, которые показали преимущество полихимиотерапии, много компонентов их имеет, да, и я покажу вам вот эту публикацию о Шагна-Си 2002 года. Ну вот он сравнивал капицитабин с достотаксилом, да, капицитабин с достотаксилом, он просто достотаксил, видите, да? Здесь разная информация. Смотрите, мы должны знать, что пациенты, которые были включены, они были уже не на первой линии, они были на второй, это первое. Второе преимущество относительно выживаемости без прогрессирования есть, да. И у нас есть преимущество, статистически значимое по общей выживаемости. Но что интересно, посмотрите, в оригинальной публикации, если мы посмотрим на оценку качества жизни, да, а вот она, вот она, то мы видим, что качество жизни не показало практически никакой разницы между двумя группами, то есть они также переносили поле, как и моно, то есть вопрос безопасности, знаете, токсичности, знаете, есть восприятие врача, а есть восприятие пациента, и это восприятие пациента. И мы здесь тоже должны быть осторожны относительно того, как мы интерпретируем те рекомендации. Да, мы, конечно, врачи, мы знаем о разных аспектах терапии и так далее, но когда проводится объективная оценка, то мы видим, что на самом деле все не настолько однозначно, и мы не можем однозначно сказать, что поле всегда хуже, чем моно, говоря о профиле токсичности и безопасности, да? Если мы посмотрим на рекомендации ABC нашей группы, да? Здесь то же самое написано. Да, мы можем забронировать комбинированную или полихимиотерапию уже для специальных сценариев, для подгрупп пациентов, которые имеют более агрессивную форму заболевания, а для других моно вполне кажется себе стандартным терапией, химиотерапией. И все это было сделано на основе последнего обзора, Кахрииновского обзора 2013 года. Сравнение моно и комбинированной химии, да? То есть последовательная моно и комбинация. Смотрите, здесь даже лучше, потому что здесь они взяли количество препаратов, то есть последовательная или комбинация. И если мы посмотрим на ПФС, выживаемость из прогрессирования, да, то есть преимущество по последовательной. Если мы посмотрим на общую выживаемость, то разницы нет. То есть, опять же, полихимиотерапия кажется более интересной в более агрессивных формах заболевания, но в целом последовательность моно, используя одну, потом другую, потом третью, кажется вполне приемлемой в ежедневной практике для подавляющего большинства пациентов, которых нам надо лечить. Есть еще один момент. Роль антиандрогенов. Ну, в частности, роль Биоцезумаба. Вероятно, вы знаете, что в США FDA убрала с рынка, отозвала с рынка лицензию Биоцезумаба при метастазирующем РМЖ. Но, кроме того, мы знаем, что 70% пациентов в США, там же, в США, получат Биоцезумаб при метастазическом РМЖ. Почему? Потому что частная страховка, и врачи используют офф-лейбл, не по показаниям. В Европе он разрешен по показаниям. И во Франции мы активно используем Биоцезумаб при первой линии стадирующего РМЖ. О чем я говорю сейчас здесь? Посмотрите на выдержку из АСКО. Они не говорят, что нам нужно использовать его. Они просто говорят, что мы не можем четко выделить популяцию, которая получит преимущество от той популяции, которая не получит. Но поскольку у нас нет предиктивных маркеров, нет предикторов, они не могут рекомендовать использовать препарат в широкой практике. И потенциально здесь деньги большой вопрос. Конечно же. И это, увы, будущее всей онкологии во всех странах. К сожалению, мы будем вынуждены принимать решения, исходя из так называемой кост-эффективности или экономической выгоды препарата, то есть стоимость по сравнению с пользой. Посмотрите вот на это утверждение. Оно примерно то же самое, что по использованию в первой и второй линии. Нет улучшения общей выживаемости. Возможно, есть какое-то место, но четко пока и одно не определено. Почему? Потому что если мы посмотрим на данные метаанализа по выживаемости без прогрессирования, да, есть четкая разница в пользу группы Бевицезумаба, но если вы посмотрите на общую, опять, опять, опять нет данных о том, что пациенты получат преимущество от добавления Бевицезумаба как, так сказать, основной стратегии в общей выживаемости. Итак, мой второй промежуточный вывод, говоря о глобальной стратегии химиотерапии. Вероятно, у подавляющего большинства пациентов вы можете использовать монопоследовательным образом. Будьте осторожны, возможно, с рядом пациентом. Там, возможно, лучше использовать полихимию, исходя из того факта, что мы можем достичь лучшего ответа при агрессивных формах. Но глобально для улучшения выживаемости без прогрессения и для улучшения общей выживаемости это ничего не изменит. Ничего не изменит. И последнее, но не по степени важности, будьте также осторожны относительно разных утверждений, говорящих о низших таргетной терапии. Опять же, мы здесь должны быть крайне осторожны. Уровень доказательности очень низок. Но кроме того, и уровень рекомендации очень низок. И есть некоторые рекомендации, которые больше основаны на, извините, экономических вопросах, на экономической выгоде, а не совсем на рациональных научных демонстрациях. Давайте теперь посмотрим на выбор химиотерапии. Итак, мы уже увидели с вами, что монохимиотерапия довольно интересная опция. И поэтому, если мы, допустим, инициируем стратегию для метастазирующих РМЖ с различными линиями химии, то есть ли у нас какие-нибудь данные, что используя стратегию одну, потом вторую, вторую линию, третью линию и так далее, что это действительно эффективно. Если вы посмотрите на рекомендации АСКО, американцы, они четко говорят, антрациклины и токсаны, они в целом дают лучший результат. Но дальше вы можете делать, что хотите. И это довольно-таки интересно и сложно интерпретировать, потому что у нас нет клинических исследований, фаза 3, которая бы четко сравнила с высоким уровнем доказательности, эквивалентность или превосходство одного по сравнению с другим, например. И второй момент – это то, что если мы посмотрим на разные подтипы РМЖ, то они не рекомендуют использовать, допустим, для тройного негативного или строгеноположительного люминального А или люминального Б различные типы химиотерапии. То есть утверждение АСКО американских таков. Сначала антрациклины и токсаны, а затем делай чухош. В Европе по-другому. И мы попытались, рядом коллег, которые были вовлечены в создание европейских рекомендаций, быть более аккуратными, говоря об уровне доказательности и влиянии разных препаратов. И да, да, мы согласны с американцами, что да, антрациклины и токсаны имеют много данных, подтверждающих, что скорее это первая линия. Да, первый выбор, должно быть. Но дальше, несмотря на то, что у нас есть большое количество опций, смотрите сюда. Самое важное, это вот это, что есть всего лишь один препарат, который показал что? Улучшение общей выживаемости в рандомизированном фазо-3 клиническом исследовании, да? И там даже сравнивались разные типы химиотерапии. И это кто? Ирибулин. И на конференции ABC было показано, что среди целого спектра терапий ирибулин может быть очень важной молекулой, которую следует использовать достаточно рано, особенно в метастатическом сценарии, для того, чтобы достичь и улучшить общую выживаемость пациентов, что самое главное. Итак, здесь вы видите уже то, о чем я говорил, что потенциально нам не приходится использовать разные режимы химиотерапии в соответствии с разными подтипами тройной отрицательной или другими подтипами РФЖ. То есть это четко копия из АСКО. В ABC, что мы написали европейцы, что потенциально единственная популяция, так как это и раньше, собственно, говорилось, которая может получить преимущество другой стратегии, будет BRCA-ассоциированный вариант, брак ассоциированный. И я абсолютно согласен с тем, что было сказано сегодня ранее предшествующими докладчиками. Единственный интересный момент, если мы посмотрим с вами на мутации, соматические мутации по сравнению с мутациями на опухоли, то кажется, что они разные. Вы знаете, предиктивность чувствительности, особенно к солям платины. Поэтому, что написали европейцы в ABC2? Вероятность, возможность использовать соли и платины именно в BRCA-ассоциированной популяции. И, кроме того, важность использовать парп-ингибиторов, если они имеются, конечно же, в рамках клинас-исследований для этой популяции тоже. BRCA-ассоциированный. Ну, теперь что по арибулину. 1 августа в прошлом году. Отличный день. Было изменено формулировка лицензии для Европы, и она теперь включает несколько моментов, и я сейчас с ними поделюсь. Последнее обновление. Фактически, иребулин во Франции, в Европе рекомендован для использования после антрациклинов и токсанов именно на том же уровне, как икапицитабин. Есть ли у нас аргументы, чтобы, так сказать, проталкивать вперед этот препарат совсем вперед, говоря о стратегии терапии, химиотерапии метастазирующего РМЖ? Мы знаем, что у нас есть ряд исследований, и сейчас я покажу вам только два. Первое уже было сегодня упомянуто уважаемым профессором Именитовым. Это исследование EMBRACE или исследование 305. И второе исследование 301. 305 – это было прагматическое, очень провокационное исследование. Вот смотрите, посмотрите на дизайн. Это назначение ребулина, классическая схема, день, день, восемь и так далее. По сравнению с терапией по выбору врача. С чем угодно сравнивайте, как говорится. А вы знаете, что терапия по выбору врача в подавляющем большинстве, в большинстве 80%, почти 90% было. Химия была. Исследование 301. Опять же, пациенты, которые ранее получали энтрациклины и токсаны. Опять же, ребулин по сравнению с капицитабином. Там ранее пациенты были пролечены энтрациклинами и токсанами и подавляющей большинству дальше капицитабином. А это сразу после энтрациклина или токсана. Итак, исследования были опубликованы. Вот они. Второе в этом году. В GCO. Посмотрите на ссылки. А первое. Даже российские коллеги были увлечены в это исследование. В Ланцете в 2011 году вышла первое. Итак, если вы посмотрите на результаты исследования EMBRACE, преимущество по общей выживаемости очевидно. Есть значение 0,81, отношение рисков и преимущество как минимум в 3 месяца. Медианы общей выживаемости. Это медиана. Что это означает? Это означает, что в популяции, которая была предлечена много чем, добавление новой молекулы очевидно изменило общую выживаемость в этой популяции, и пролонгировало ее. Что интересно, если мы посмотрим на стратификацию по подгруппам, в соответствии с эстраген положительной, отрицательной, HER2 положительной, HER2 отрицательной, электронной отрицательной. Смотрите, они все близки, но мы видим все, что это всегда в левой стороне от вертикальной линии. То есть это всегда преимущество. Это лучше в случае эребулина почти для любой популяции. Это был уже пост-хокритоспективный анализ исследования EMBRACE. Еще один важный момент. Если мы посмотрим с вами на количество режимов химиотерапии в исследовании EMBRACE, меньше трех или больше трех, соответственно, то есть активно предлечены и чуть меньше, то есть чем раньше мы используем результаты лучше, говоря о медиане разницы выживаемости и отношении шансов. То есть основной вывод такой, в химиочувствительной популяции эти препараты, этот препарат работает лучше, чем вне химиочувствительной. И потому что это активный препарат, то чем быстрее вы его используете, тем больше будет то преимущество, которое получит пациент. Дальше. В исследовании 301, помните, да? Это было прямое сравнение. Все пациенты были предличены андроцитлинами и токсанами, и прямое сравнение капицитабина и эребулина. Голова в голову. Head to head по-английски. Давайте посмотрим на результаты. Разницы нет, не говоря о выживаемости без прогрессирования, и нет разницы, говоря об общей выживаемости. То есть исследование было сучтено формально отрицательным, то есть мы не показали превосходство эребулина по сравнению с капицитабином, мы показали сравнимость. Но ведь дизайн был не в том, чтобы показать сравнимые результаты, поэтому мы не можем говорить об эквивалентности, хотя мы ее показали, дизайн-то был превосходством. Но если мы посмотрим на эволюцию кривую общей выживаемости в первый год, во второй год, смотрите, да, что мы видим? Мы видим, что это всегда первые два года преимущества эребулина. И что смазывает все, это хвост кривой. Поэтому давайте посмотрим. То есть разные члены агентства EMEA, европейского аналога FDA, они потребовали от компании провести еще один анализ, говоря только о тех пациентах, которые, возможно, были более химичувствительны, и пациенты, которые не получали преимущества от таргетной терапии отдельно. Почему? Потому что в этом исследовании было возможно для ряда пациентов быть включенными, даже если имели ХЕР-2 положительную форму, если они не были лечены тростозумабом в химиотерапевтических комбинированных режимах. Итак, если мы теперь посмотрим на общие результаты, говоря об общей выживаемости, что самое главное, то ХЕР-2 положительная популяция особых преимуществ не получила. Но, если мы посмотрим на отрицательную популяцию ХЕР-2 отрицательную, смотрите, очевидно, здесь есть преимущества по общей выживаемости для них ХЕР-2 отрицательной. Теперь посмотрим на статус эстрогенрецепторов, прогестерон статус и триплоотрицательную, то есть очевидная тенденция влево, говоря о преимуществах рибулина по сравнению с капицитабином для этой популяции. Поскольку стандартной терапии в ХЕР положительной – это не только химиотерапия, ИМЕА попросила сделать кумулятивный анализ, регулятор запросил кумулятивный анализ, и кумулятивный анализ был также очень важен, потому что если мы посмотрим на популяцию именно ХЕР-2 отрицательную, здесь просто исключили, выкинули всех ХЕР-2 положительных, то есть очевидное преимущество рибулина по сравнению с капицитабином. Особенно если мы посмотрим на ХЕР-2 положительную популяцию, которая не получала тростузума потом, то все равно есть преимущество у рибулина по сравнению с капицитабином и для них. Итак, объединенный анализ кумулятивный был опубликован в прошлом году по запросу ИМЕ. Вот эта публикация, и вот основной результат. Если мы посмотрим на два этих исследования, 305-я МРЭС и 301-я, то есть большое число пациентов, которые были пролечены, как вы видите, и результаты МЕТА-анализа показывают преимущество относительно рибулина по сравнению со всеми контрольными группами, если только мы выкинем тех пациентов, которые не были кандидатами на химиотерапию как МОНО. Говоря об этих результатах, ИМЕ изменила инструкцию для Европы по рибулину, и они заявили, что данный препарат как минимум эквивалентен капицитабину, говоря о череде стратегий, которые могут использоваться в метастатическом РМЖ, что показывает, что антрациклина и токсаны – это первые линии, и далее второе – это рибулин или капицитабин в равном сценарии. Итак, говоря об этих результатах, мой третий промежуточный вывод. Итак, что же нового в рекомендациях? Это новое положение рибулина в глобальной стратегии терапии пациентов в Европе. Но опять же, будьте осторожны. Сравнение рибулина и капицитабина – это очевидно выводит рибулин в тот спектр молекул, который следует из пациентов достаточно рано, и не использовать тогда, когда мы уже предлагаем какие-то поздние варианты. Ну и теперь поддерживающая терапия. Опять же, уровень доказательности достаточно невысок. Если мы посмотрим с вами на вопрос поддерживающей терапии. Фактически, мы все соглашаемся, что в целом лучше, если пациент эстроген положителен. Потому что когда мы прекращаем химию, то мы можем ввести эндокринную в качестве поддерживающую. Но опять же, уровень доказательности очень низкий. Еще один момент, который мы получили от Александра Джинари. Вот его метаанализ. Он там кучу их опубликовал, последний в 2011 году. И он сравнил длительную терапию и краткую терапию. Говоря о выживаемости без прогрессирования и говоря о преимуществах по общей выживаемости. Видите, да? Четко есть положительный эффект. Даже если он не настолько велик. Но это дает некие аргументы в пользу того, чтобы задуматься о стратегии поддерживающей терапии. Европейцы. Группа ABC также заключила, что мы можем использовать эндокринную в качестве поддерживающей. Но уровень доказательности низкий. В прошлом году с некоторыми моими друзьями во Франции мы представили два результата относительно места эндокринной терапии как поддерживающей, второй относительно места химиотерапии в качестве поддерживающей. Вот это было представлено ВАСКО на АСКО в 2014 году. И вот индукция токсанами и бивоцезумабом. У нас бивоцезумаб, как я уже говорил, мы активно используем. А затем при достижении контроля заболевания мы их разбили на то же самое. Токсан плюс бивоцезумаб продолжаем активненько по сравнению с экзаместаном плюс бивоцезумаб. Что здесь гипотеза такая? То есть здесь меньше токсичность в фазе поддерживания и потенциально возможно преимущество относительно контроля заболевания. Надеемся. Результаты здесь. Исследование было прекращено из-за статистической слабости. Было невозможно включить больше пациентов. И первые результаты, как вы видите, достаточно отрицательны. То есть мы не смогли показать никакой разницы. Итак, пациенты, которые получили стандартную терапию, то бивоцезумаб, дальше они прикрустили токсаны из-за токсичности у подавляющего большинства случаев где-то в течение шести месяцев общего наблюдения. И те пациенты, которые получили экзаместон, они спрогрессировали в течение шести месяцев дальнейшего наблюдения. И это означает, что стратегия не оптимальна, говоря о поддерживающей терапии. И вот здесь вы видите, если мы посмотрим на выживаемость без прогрессирования, то влияния никакого нет, эффекта нет. Второе исследование, которое вам представили на СМОИ, которое было опубликовано в Lancet Oncology в конце года, в общем, оно было примерно таким же по дизайну, но отличалось по той стратегии терапии. Вот смотрите, мы опять же запустили нашу любимую комбинацию токсан-бивоцезумаб, и затем пациенты, как только они достигали контроля заболевания частичного ответа или стабильного заболевания, или полного ответа, соответственно, да, мы анонимизировали их между бивоцезумабом, как моно, без химии, без химии, смотрите, да, предполагая, что они, так сказать, они уже получили преимущество и хватит токсичности, либо бивоцезумаб плюс капицидабен комбинации на фазе поддерживания, как поддерживающая. Из 300 пациентов, которых мы включили, 200 с небольшим, 200 практически достигли хорошего контроля заболевания в первой фазе исследования 185, и затем эти 185 мы развили между двумя опциями, только биво и биво плюс капиа. И вот результаты. Если вы посмотрите на божевое межпогрессирование, это с момента рандомизации, мы улучшили с 4 месяцев до 12 месяцев, а это вам как? Это впечатляющие данные. А теперь если мы посмотрим на божевое межпогрессирование с начала заболевания, да, вот начало фазы индукции и так далее, то мы улучшились с 9 месяцев до 16 месяцев. Выживание с прогрессированием и преимущество по общей выживаемости так же выглядит, и преимущество более чем один год, кумулятивное по общей выживаемости. Поэтому вывод в целом такой. Да, вы должны быть осторожны, читая рекомендации, потому что они вам подкидывают идеи относительно глобальных стратегий. Но кроме того, вы должны быть осторожны и с уровнем доказательности, читая их. И я должен признаться вам, должен признаться. У меня много друзей в США, знаете ли. Но факт следующий. В Европе в целом у нас другой подход. Мы пытаемся все-таки писать уровень рекомендаций, уровень доказательности, всех рекомендаций, чтобы помочь нашим коллегам при принятии решения относительно терапии. Но, с другой стороны, я должен быть и честным относительно того, что было показано или не было показано. Если же вы посмотрите на стратегию эндокринной против химии, то в целом мы пытаемся использовать эндокринную в эндокриноположительных вариантах, как первая часть терапии всегда, но все эти пациенты все равно получат в какой-то момент химию. И в целом, когда мы говорим о химиотерапии, монохимиотерапия, как нам кажется, является более интересной, говоря, профили безопасности среди режимов антрациклина, токсаны, ирибулин и капицидабин являются основными драйверами успеха, говоря о преимуществах по выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. И, кроме того, возможно, есть место и какой-нибудь поддерживающей терапии, которая нам следует еще исследовать в ближайшие годы. Спасибо за внимание. Не знаю, есть ли у меня время для клинического примерчика. Могу рассказать? Есть, да? Отлично. Спасибо вам. Итак, перед вами пациентка, 41 год. Итак, мы начали терапию в марте 2014 года. На тот момент это было Т3Н1М0. Биопсия показала трипл-негативный, грейд 3. Мы провели ПЭТ-ФДГ, ну, для того, чтобы подтвердить статус заболевания, метастазов не было, ни из молочной железы, ни из подмышечной области. Ну, план был такой. 4АЦ плюс 4ТС. В нашем институте мы считаем, что одним из основных терапевтических агентов, как я уже ранее говорил потенциально, является циклофосфамид. И циклофосфамид даже при тройной негативной форме, да? Поэтому мы всегда добавляем к таксанам циклофосфамид в этом сценарии, да? Ну, это, конечно, можно обсуждать. Это наш институт так считает. Но проблема была в том, что после трех циклов IC пациентка спрогрессировала. Это редко, но она спрогрессировала, да. Но поскольку она была редиктабельная, мы решили провести мастектомию и подмышечную лимфодисекцию. Результаты показали, что у нас есть опухоль 6 см, нет участков инситу, 6 из 12 положительных лимфузлов. Ну, опять же, трижды негативные, как я уже говорил, да? И что интересно на тот момент, поскольку мы, кроме того, всегда пациентка была тройная негативная и, опять же, пациентке 41 год, мы рекомендовали провести генетическое тестирование. И ответ был такой. Она имеет версию мутацию, да. Мы след за хирургией сделали лучевую, и после радиации мы, опять же, сделали ПТФДГ. Пациентка еще не так сам ничего не получила. Мы хотели подтвердить. Может быть, ПТФДГ где-то засветится, знаете ли, где давали там лучевую. Но мы хотели понять, что происходит, да? Ну, и мы нашли, к сожалению, метастазы в печени, да. Ну, чтобы убедиться, мы биопсию сделали. И биопсия показала, да, метастаз РМЖ, тройная негативная форма. Трижды негативная. Затем, в ноябре 14-го, мы начали нашу комбинацию визуциномап с токсаном, потому что это наша первая линия, и пациентка прогрессировала на антрациклинов. К сожалению, после двух циклов данной комбинации, опять же, при новой оценке у нас прогрессия. Затем мы попытались пациентку включить в исследование с ингибитором ПАРП, но, к сожалению, она была организирована в контрольную группу с капицитабином. Ну, и терапия, которая на тот момент, которая была в контролируемой группе, это был капицитабин. Это не были солеплатины, потому что это исследование ДНОВА с ингибитором ПАРП, да. И когда пациентка прогрессирует после антрациклина, токсана, капицитабина и репулина, для того, чтобы включить в комбинацию с солью платины и ингибитором ПАРП. Поэтому мы хотели дать этой пациентке возможность получить терапию ингибитором ПАРП, и поэтому мы не использовали солеплатины. Я уже объяснила из-за дизайна, но я согласен, что один из комментариев, можно было бы ее пролечить солью платины, но это была одна из возможностей. После двух циклов капицитабина прогрессирование, да. Поэтому мы переключили ее на репулин, и, говоря честно, я боялся, я вообще боялся, я боялся, как уже это было сказано раньше, что, понимаете, механизм действия репулина, он близок к токсанам. Но, кроме того, мы знаем, глядя на МДА, МРП и потенциальную инактивацию, токсанами, эфлюкс-токсанами, да, то кажется, что ирибулин, возможно, более интересная опция, говоря о механизме развития резистентности к тубулин-таргетным препаратам. Поэтому мы начали ирибулин в марте 2015-го. Пациентка была вообще всегда в хорошей форме, и после трех циклов она в полной ремиссии. Я видел ее буквально на прошлой неделе, ну, до того, как я сюда прилетел в Россию, и она в отличном состоянии, в полной ремиссии. Ну, просто я не говорю сейчас, что золотым стандартом для трипл-негативного или золотым стандартом для версии мутации – это ирибулин. Нет, нет. Но, очевидно, мое впечатление как клинициста таково. Данный препарат – это новый химиотерапевтический препарат с очевидно присутствующим эффектом, который мы не видели даже у ранее предлеченных пациентов с тубулин-таргетными препаратами. То есть это может быть интересным. И я бы хотел попытаться провести исследование даже в версии мутированной популяции, потому что, получая вот такие результаты, теоретически это возможно, потому что в версии положительные пациенты, я думаю, что вы согласитесь, как правило, чувствительны к химии в целом. Но поскольку пациентка в предшествующем режиме не была чувствительна, а к крибулину чувствительна, это имеет смысл. И у нас есть еще данные по раку яичников, которые показывают, что, возможно, и рибулин может быть интересной опцией и там. А вы знаете влияние версии мутации при раке яичников, да? То есть это просто иллюстрация того, каким образом мы следуем рекомендациям. Это одно. А клинический опыт, и я уверен, что вы тоже пролечиваете пациентов рибулином, это тоже очень важно, когда мы получаем в наш арсенал такие новые молекулы. И это может быть полезно, позиционировать препарат в реальном, нужном для него месте. Спасибо. Ну что ж, большое спасибо. Глигоров, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, Александр Добир Бессонов. Скажите, пожалуйста, большое спасибо. Господин Глигоров. Скажите, пожалуйста, на лобоке проводилось ли сравнение... Спасибо. Большое спасибо, профессор Глигоров. Скажите, пожалуйста, проводилось ли сравнение по оценке качества жизни пациентов, получающих рибулин и капицидобин в рамках исследований Embrace и исследований 301? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. 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 . ,bang México. ,ientoito и SSTADD приούтarte. На данный момент. Исходя из доказательности. . 3пол отрицательное. біль refiторное. , euro. тон Pakistan или SSTAD. . Какую нанес応 жертву? . Мы не меняем наших стандартов, знаете ли. . Мы сидим, как я уже говорил на AC из faitоксаны. И плюс tоксаны. . . Ну, вопросы с солеплатиной. . . понимания того, что это потенциальная бракомутация, мы пытаемся перевести пациентку в неодевантный сценарий и инициировать AC через два месяца, когда мы заключаем последовательность, и мы знаем, что пациентка с бракомутацией или нет. Если она дает хороший ответ на AC, мы делаем то же самое. Если нет, у нас нет ответа на AC, то скорее переключаем на соли платины. Вот так я ответил. А сколько времени занимает у вас получение бракотеста? От шести... Чего, шесть недель? Перебил, не поняла. Шесть недель, кажется. Да, мы начинаем с антрацикленом и циклофосфаном. Есть ли тенденция ускорить? Есть возможности, но факт такой. Вы ведь не полный геном тестируете, понимаете? У нас довольно много пациентов, поэтому сложно, чтобы все пациенты получили вот такую быструю и полную оценку. Брака статуса. Спасибо, я понял. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо большое.